В рамках фестиваля «Золотая маска» в Латвии венсполской публике было представлено два спектакля. «Русский роман», посвященный творчеству и личности Льва Николаевича Толстого, и «Кафе-идиот», поставленную по мотивам романа Федора Михайловича Достоевского. Постановка «Русский роман» удостоилась трех премий фестиваля 2017 года. «Лучший спектакль в драме. Большая форма», «Лучшая женская роль» Евгения Симонова и «Лучшая работа драматурга». Этот спектакль – результат работы драматурга Мариуса Ивашкевичуса и режиссера Миндаугаса Карбаускеса. Когда они, так скажем, соединились и стали обсуждать, у кого какие идеи, родилась мысль о том, чтобы написать некую пьесу, в которой бы объединилась и биографическая часть Толстого, и не только Анна Каренина, но и другие произведения, герои которых тем или иным образом впоследствии повлияли на судьбу Толстого самого. То есть не сами герои повлияли, а именно произведения эти повлияли. То есть это та же самая история, как, грубо говоря, погибает Анна Каренина от поезда, и Лев Толстой точно так же умирает в поезде. То есть очень много таких параллелей, которые в итоге были найдены, и появилась такая пьеса необычная. Да, наверное, существует понятие менталитета, но в нашей профессии самое главное – это понятие таланта, дара, профессионализма. А это все не имеет ни границ, ни национальности. Миногус – уникально валантливый человек, он редкой одаренности, и у него такое прекрасное сочетание, потому что литовская театральная, актерская культура – она особенная. И я, моя юность прошла в Советском Союзе, но, например, театр «Поневежес» и режиссер «Миль Тинис» – это было событие всесоюзное. Спектакль Миндаугаса Карбаускиса – тонкое соединение биографии и творчества Льва Николаевича Толстого. Вместе с автором пьесы режиссер сплетает несколько времен и действительностей – произведения и события личной жизни Льва Толстого, в сценарии которых оказывается его жена Софья Андреевна, которую сыграла популярная российская актриса Евгения Симонова. По словам актрисы, с творчеством и мемуарами семьи Толстых она начала знакомство еще в детстве, но при подготовке к роли углубилась в их изучение. Я еще в юности много читала, а когда мы прочли пьесу, мы начали работать, тогда тоже что-то, что я не читала раньше, я стала читать. Но знаете, как можно ведь все прочесть и ничего не сыграть. И, конечно, дополнительные знания, они дают лучше это сделать, чем этого не делать. Но это не панацея. Русский роман – семейная сага вариация на тему романа Анна Каренина, в которой Лев Николаевич Толстой выступает не только как автор своего шедевра, но и как автор своей же семейной драмы. Во многом это заслуга драматурга и режиссера спектакля. Пьеса написана с глубоким знанием предмета, с почти такой документальной точностью, где нет ни одного вымышленного какого-то события. Все это вплоть до мелочей. Иногда что-то мне казалось, что не может быть, чтобы это было так, а потом я все-таки находила подтверждение тому, что это взято из реальной жизни. Поэтому замечательная пьеса и потрясающе написана эта роль. И, конечно, была проделана колоссальная работа Миндагу, Карбауски со мной. Я рада, что дуэт наших литовских соседей, драматурга и режиссера, работает с коллективом великолепного Московского театра имени Владимира Маяковского. Они поставили пьесу по русской литературе, которую написали самостоятельно. В рамках фестиваля «Золотая маска» с полстчаном была представлена еще одна постановка театра «Балет Москва. Кафе «Идиот», получившая премию «Золотая маска» 2016 года в номинации «Лучший спектакль в современном танце». Для меня это такой твин пикс, которым происходит, с одной стороны, много непонятных вещей для зрителя, но в какой-то момент они все очень плавно вытекают в одну полноценную историю. Поэтому, я думаю, зрители завтра, каждый по-своему, но увидит одну эту историю от начала и до конца через дуэты, трио, через проявления персонажей. Потому что в этом спектакле мы отчасти все играем главные роли, просто по-разному они распределены в нас. Оля, что-то добавит? Я думаю, что спектакль поможет зрителям погрузиться в такое пространство ощущений от Романа Достоевского. И, с другой стороны, это Ромаш Пенебауш, Йоков и Мюллер. И здесь тоже есть атмосфера этого спектакля. Поэтому, мне кажется, это такое интересное погружение в такое смешение движения и ощущения от Романа. Используя потенциал и гибкость танцовщиков, труппы театра, а также методики современного танца, хореограф Александр Пепеляев выстраивает свою работу так, чтобы зритель смог получить не только эстетическое удовольствие от постановки, но и в некоторых моментах узнать себя. Александр Юрьевич Пепеляев, он достаточно известный хореограф, как в нашей стране, так и в... Как работал? Сработал очень интересно, потому что он нестандартно мыслит. За его идеями не всегда возможно угнаться, но вот так. Но для меня это было крайне интересно именно наблюдать за ним, как за человеком, который творит, мыслит, что-то перестраивает. Как признался директор Московского театра имени Владимира Маяковского Леонид Ашарин, российская и латвийская публика не отличаются. Публика, с моей точки зрения, кто ходит на серьезный драматический театр, публика достаточно подготовленная, публика интеллигентная. И мы этот спектакль уже играли и в Тель-Авиве в Израиле, и в Баку, в Изобайджане, и в Владивостоке, и везде. Поэтому, с моей точки зрения, я не вижу особой разницы в восприятии зрителям. Когда ты приезжаешь в другой город, тут мы приехали в другую страну, но даже когда мы внутри нашей России приезжаем в другой город, это всегда какая-то дополнительная ответственность, потому что ты не просто представляешь спектакль, ты как бы вроде бы представляешь Москву театральную и так далее, и всегда есть ощущение, что, ну, какого-то такого дополнительной ответственности. А тут это еще как бы серьезней, и позавчера была такая очень серьезная аудитория, потому что, конечно, было много зрителей, но очень много было актеров и из театра Хермениса, и из русской драмы, и из национального театра. Так что, всегда, когда актеры в зале, это как-то, это очень приятно, и при этом ты знаешь, что если там зритель что-то может не заметить, то профессиональный человек, он видит все. Фестиваль «Золотая маска» проводится в рамках Межгосударственного соглашения о долгосрочном сотрудничестве между Министерствами культуры Латвии и России при поддержке самоуправления Риги, Лепы и Венсполса. «Самоуправление финансово поддерживает этот фестиваль вот уже 7 лет. Что самое важное, зрители, которые приходят на этот спектакль, знают, что дотация Венсполского самоуправления составляет около 36 тысяч евро, а на каждый билет это 25 евро. Мероприятие также поддерживает государство и фонд культурного капитала. Но это лишь финансовая сторона. Самое главное, что у горожан есть возможность увидеть профессиональных актеров здесь, в Венсполсе». Поддержку фестивалю оказывают посольства Латвии и России, фонд культурного капитала. Фестиваль «Золотая маска» способствует укреплению неразрывных культурных связей между государствами и установлению творческих контактов между деятелями театров.